Алтайский край входит в число регионов с самой низкой заработной платой. При этом часто можно услышать, что и работы-то здесь не найти. Хотя есть места, где можно и заработать, и всегда ждут новых сотрудников. В одно из таких мы и приехали. Мы попадем внутрь, и я даже на несколько дней попытаюсь поменять профессию. Мы на заводе компании Нортек. Компания Нортек работает на базе бывшего алтайского шинного комбината. Поставляет свою продукцию по всей стране и за рубеж. С конвейера сходят шины буквально на все, что ездит это. Шины для индустриальной и сельскохозяйственной техники, легковых и внедорожных автомобилей, грузового и легкового транспорта. Чтобы предоставить клиенту такой выбор, компании нужен большой штат сотрудников. Здесь работает около двух тысяч. А нас интересуют именно сборщики, потому что мы пришли на завод попробовать своими руками собрать покрышку. Все дело в том, что я, как говорится, пешеход со стажем. Про оснащение автомобильной техники, тем более про шины, не знаю ничего. Но дело в том, что это никак не должно помешать мне стать здесь, на заводе Нортек, настоящим сборщиком. Потому что мне будет помогать наставник. Теперь одеваемся и идем знакомиться. Здравствуйте, Иван. Меня зовут Андрей. Ну, учите. Давайте. Валики и слоя раскатываются, под разным углом подаются. Я их, получается, накладываю на барабан. Вот, то есть, ваша задача, как сборщика, только собрать вот эти восемь слоев? Почему? Сформировать колесо. Вы сейчас увидите, что дальше будет. Покрышка – это такой слоеный пирог из резины. Вот Иван с помощником подбирают слои. Важно найти правильные, ведь каждый следующий шире предыдущего. Их укладывают на конвейер, потом стыкуют. Я пока смотрю со стороны, стараюсь ничего не упустить. Мне предстоит то же самое. Все, слой готов, можно продолжать. За станками работают профессионалы. На том станке, где меня учит Иван, вообще собирают крупногабаритные шины. Это только кажется на первый взгляд, что накладывать слои он так легко, ровно. На самом деле, это очень сложная работа. Вот если когда-нибудь вы пытались полностью, ну, или хотя бы чуть-чуть, размотать широкий скотч и потом ровно собрать его обратно, вы меня очень хорошо поймете. Поэтому такую работу мне пока не доверяют. Может, я пригожусь где-нибудь, где попроще? И действительно, меня отправили готовить слои. Вот тут-то у меня уже все пошло неплохо. Выгляжу так сосредоточенно, потому что работаю только первый день. А вот у Максима, который мне помогает, работа спорится. Хотя он тоже студент. Здесь так называют новичков, которые проходят обучение с наставником. Только если для меня сделали исключение экспресс-курс за несколько дней, то полноценные студенты и учебу проходят основательно. Три месяца, которые предприятие им оплатит. За это время студент станет специалистом. Они на Артеку нужны, ведь объемы производства постоянно растут. Мы готовы предоставить более 2500 рабочих мест. Самые востребованные на сегодняшний день – это сборщик покрышек, вулканизаторщик покрышек. Обучение у нас оплачиваемое. Для иногородних жителей у нас предоставляется общежитие. Поэтому добро пожаловать. Три месяца вы полноценный работник нашей компании. Отметим и то, что предприятие ежегодно тратит значительные средства на оснащение цехов новейшим оборудованием. Так что за это сотрудники тоже могут не беспокоиться. Но опытные работники ценят не только зарплату и условия труда. Больший коллектив, как вторая семья получается. Дружный коллектив занимает не один цех. И через все из них должна пройти наша покрышка. На завершающем этапе наставник доверил мне нанести бензин. Им освежают невулканизированную резину для лучшей клейкости. После этого станком пробивают слои под крылом. Еще несколько операций и заготовка идет на следующий сборочный этап. Здесь уже навевают заветный протектор. Именно эта безобидная резиновая лента и будет в итоге формировать рисунок протектора, на который опытные автомобилисты обращают такое пристальное внимание. Все, второй сборочный этап. Наша заготовка прошла и теперь финал. Она отправляется сюда. Вулканизация. Здесь нашу покрышку, как и все другие, поместят в такие заводские пароварки. Благодаря вулканизации заготовка сформируется в привычную нам шину. А резина приобретет нужные свойства шины. Остынут, с них снимут лишнюю резиновую стружку и они поедут по дорогам нашей страны и зарубежья. А пока мы знакомились с предприятием, заждался уже результат наших трудов. Вот она, еще теплая шина, которую собрал Иван при моей незначительной помощи. А если вы хотите собирать такую самостоятельно, приходите сюда на предприятие Нортек. Это был Андрей Дривер, Илья Халяпин, специально для телеканала Толк.